Независимо от времени года, погодных условий или ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, электроэнергии должны быть обеспечены жителям и организациям. Свет должен быть в домах, на предприятиях и на улицах. Эту задачу решают уже 72 года новоуральские электрические сети. В 2020 году случилось то, чего никто не ожидал. С апреля месяца предприятие находится на особом режиме работы. С учетом неблагоприятного развития ситуации в связи с распространением коронавируса. Но основные задачи и функции из предприятия, естественно, никто не снимал. Завершена была в 2020 году работа по модернизации реконструкции подстанции и линии электроснабжения в Зеленом поселке. Это тот участок, который у нас вызывал достаточное количество вопросов с точки зрения технологических нарушений. Также была завершена большая работа по фактически новому строительству 9-километровой линии в районе Стрельбища от подстанции Бунарская до Садов-Автозаводец. Нашей съемочной группе показали новую подстанцию, оборудование и 9 километров сетей, ведущих в садоводческие товарищества и к одному из крупных потребителей электроэнергии. Мы сейчас с вами находимся в блочном комплекте трансматорной подстанции, дисплейское именование ТП-150, которое расположено в зеленом поселке нашего города. Это одна из двух вновь и тренинг конструированных подстанций в этом поселке. Реконструкция была связана именно с тем, что идет процесс строительства собственниками индивидуальных жилых домов. Нагрузки реально возрастают. О чем особенность новых подстанций, что оборудование уже идет современное, оно более компактное. Вот мы сейчас видим перед с вами высоковольтную часть этого оборудования. Современные коммутационные аппараты, которые мы с вами видим, позволяют одним приводом одновременно отключать три фазы потребителей. Современные коммутационные аппараты, которые появляют поротом ручки, то есть быстрое действие повышено. Развителю гарантируют долгий срок службы этого оборудования. Для нас это выгодно. В среднем 25-30 лет. Кроме подстанции установили взамен подземных коммуникаций воздушные линии электропередач. Собжение данной подстанции было выполнено кабельной линией. Поскольку очень стесненная застройка самого поселка и производить раскопку кабельных трасс неудобно, и в земле много коммуникаций сторонних организаций, это водоканал, тепло. Мы перешли к решению, установили воздушную линию ВЛЗ, которая нам позволила занять свое место на территории поселка, и как бы не стесняя людей. То есть это привело к компактности. У вас отдельные коммуникации? Отдельные коммуникации. Кабельная линия, которая была в земле, она оказалась на сегодняшний день в огородах у собственников. Но вот такой факт случился, поэтому мы перешли в воздушную линию, которая теперь на территории общегородской находится. Также в 2020 году новорольские городские электрические сети подключили крупное промышленное предприятие «Невьянский прииск». Для этого выполнили сложное присоединение к существующей подстанции «Бунарская», которая относится к нижнетагильским электросетям и провели современные высоковольтные линии. В настоящий момент это у нас самая мощная высоковольтная линия ВЛЗ, 6 кВт из существующих у нас. Но она позволила обеспечить нагрузку нашему потребителю в полном объеме. То есть перспективы сегодняшнего дня, перспективы его развития обеспечены полностью. В том числе улучшено лист обжение наших жителей, которые владеют с двум участками автозаводец «1», «2», «3», «Весячий камень» и прочие потребители. Цифровизация – одно из направлений, которым активно занимается предприятие. В частности, идет установка интеллектуальных систем учета электроэнергии в рамках региональной инвестиционной программы. Пресловутый 522 федеральный закон обязует сетевые компании сейчас такие автоматизированные системы создавать. И предприятие заблаговременно начало эту работу. Инвестиционная программа создана с помощью правительства Свердловской области. Подразумевает вложение около 40 миллионов рублей в течение пяти лет. Первый этап на 8 миллионов с устройством приборов учета около 350 абонентов было выполнено успешно. Работы были сданы 31 декабря в 2020 году. Сейчас мы через неделю будем выбирать поставщика для производства второго этапа. И еще порядка 400 абонентов – это остатки поселка Мурзинка и зеленый поселок города Новоуральска. Они будут обеспечены этим учетом. Съемочная группа Новоуральской обещательной компании побывала в Мурзинке, где уже работают умные счетчики. Они позволяют собственникам домов контролировать свое фактическое потребление, а электросетям дистанционно видеть всю статистику потребления электроэнергии и пресекать несанкционированные подключения, а также отключать должников. Потребитель имеет у себя пульт, по которому видит в настоящий момент, сколько он потребляет, какая у него нагрузочка, видит показания по прибору учета, связанные с током, с напряжением. То же самое видит сетевая организация. Сидящий сотрудник за компьютером непосредственно сетевой организацией может открыть любой момент и открыть, видеть факт потребления, какая нагрузка. Можем контролировать качество нашей электроэнергии. О дальнейших перспективных планах по подключению потребителей и развитию предприятия рассказал директор Юрий Сергеенко. Сегодня из нововведений в обществе это дистанционный формат работы с помощью личного кабинета. Данные программы все запущены и работают. Более того, успешно используется как нами, так и потребителями. Кроме того, что мы обрабатываем сейчас большое количество заявок на технологическое присоединение, их у нас уже порядка 150 с учетом первого полугодия, говорим о том, что мы реализовываем план развития предприятия в 2021 году. Как я сказал уже ранее, это и второй этап инвестиционной программы. Это реконструкция отдельного участка электрохозяйства в районе ТРЦ Елена. Там будет установлена новая подстанция двухблочная. Это повысит надежность в этом узле и качество предоставляемых услуг. Ну и в целом понимаем, что тот темп в ремонтных работах, испытаниях мы поддерживаем точно так же, не снижаем объемы. В минувшее воскресенье новоуральские энергетики отметили профессиональный праздник – день рождения предприятия «Городские электрические сети». В честь праздника дирекция подготовила совместно с некоммерческой организацией «Благое дело», памятные подарки, благодарственные письма и ангелов надежды. Совместно с некоммерческой организацией «Благое дело» мы выполнили небольшой проект. Есть у них в качестве продукции так называемые «Ангелы надежды». Это очень красивые фигурки ручной работы. И определили 20 человек, которых 25 июля от всей души и с огромным уважением поздравим с днем рождения предприятия и вручим наше спасибо. Слова «спасибо» за труд и праздничные поздравления в день рождения новоуральских городских электрических сетей прозвучали в адрес каждого сотрудника. Я с огромным удовольствием, с огромным уважением поздравляю весь наш дружный коллектив с замечательным летним профессиональным праздником – днем рождения нашего предприятия. Желаю вам счастья, любви и здоровья. Спасибо. Мария Антонова, Дмитрий Дедюхин. Объектив. Итоги. Мария Антонова, Дмитрий Дедюхин.